Здравствуйте, я Лилия Игликова. Общественный контроль в Алматы. Какой он? Говорим об этом с гражданскими активистами Юрием Маленьких и Геннадием Крестьянским. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Геннадий, первый вопрос к вам. Ваша страница Facebook заполнена ежедневными отчетами о ваших передвижениях по городу. Теперь вы с Юрием Николаевичем команда и хотелось бы узнать, как вы планируете свой день, как вы определяете куда ехать? Да, у нас уже сложился некий тандем, в котором мы благополучно взаимодействуем. Мы особо иногда даже не выискиваем сюжеты для своих репортажей. Мы видим то, что нас окружает, замечаем элементарные вещи и обращаем на это внимание. Иногда к нам обращаются жители города Алматы, иногда даже по несколько сотен человек, и мы постараемся помогать им в разрешении личных каких-то проблем. То есть сейчас уже вас в городе знают и рассчитывают на какую-то реальную помощь. Юрий Николаевич, из последних замечаний, которые были сделаны вами по городу, и во что это вылилось, какие результаты? Ну, во-первых, мы, учитывая то, что наиболее, наверное, активная часть нашего гражданского общества, поэтому вот моя деятельность, она уже на протяжении 14 лет, Геннадий два года занимается подобной деятельностью. Значит, я стараюсь изменить то, что власть не хочет годами менять. И вот для того, чтобы жить в нормальном демократическом государстве, где все институты гражданского общества работают, где нет проблем в социальной сфере, нет проблем в правой сфере, поэтому мы, собственно, вот это основной мотив нашей работы. То, что мы ежедневно видим, да, действительно мы вот обращаем внимание, снимаем сюжеты, особенно то, что действительно может привнести вред человеку. Вот в городе Алматы заменили столбы, более современные поставили. У них соединение всех вот этих коммуникаций в нижней части происходит. Там есть крышки, чтобы эти провода были закрыты. И мы видим, что при каких-то форс-мажорных обстоятельствах или просто в результате безалаберности, кто это монтирует, эти провода оголенные. Но как мы можем пройти мимо этого? Естественно, мы реагируем, снимаем сюжеты, обращаем фотографии, направляем. Ну вот последние, то, что вот в два дня мы именно вот этому посвятили несколько сюжетов. Власть, кстати, стала позитивно реагировать на это. Стали устранять в виде отчеты и даже какие-то слова благодарности за то, что мы обращаем внимание. Потому что у каждого взрослого есть ребенок, который может быть поражен электрическим током. Смерть ребенка – это трагедия для любой семьи. Поэтому наша мотивация достаточно понятная как власти, так и населению. Поэтому мы видим поддержку со стороны общества. Она колоссальная, потому что, вы правильно сказали, нас знают. Почему вас знают? Потому что мы реально пытаемся довести то, что власть не может сделать по каким-то объективным и соблюдительным причинам до логического разрешения. В любом районе города, в любом месте, в любом учреждении, в организации вы можете свалиться просто как снег на голову. И судя по реакции людей из видео, которые мы просмотрели, в начале вас принимали как-то очень агрессивно. Или, вернее сказать, не принимали. Совершенно правы. Но сейчас что-то изменилось. Да, изменилось. Я думаю, что эта тенденция и сохранится. Потому что, когда в результате коронавируса наш город был заблокирован от внешних городов Казахстана, мы решили осветить, как же устроены блокпосты. И действительно была агрессия со стороны власти, со стороны правоохранительных органов. Нам запрещали снимать. Но, как потом выяснилось, там были масса нарушений, которые потом же наши предложения власти использовала. К нам применили контрмеры, незаконно нас посадили под административный арест. Геннадий чуть здоровье не потерял. Но ведь это были ложные доносы, и мы в этом сами уверены. И власть уверена. Некоторые говорят, нас заставили вас посадить. Но в том же районе, в Житесуйском, были уличены во взятки два чиновника. Вина их доказана. Почему установка Такаева первых руководителей не снимает? Почему Аким из Житесуйского района не сняли? Почему доносчика, руководителя аппарата не сняли с работы? Это же их подчиненные взяли деньги. Поэтому, конечно, агрессия была в нашу сторону направлена очень серьезно, потому что те чиновники, которые по-честному не хотят работать, вот Такаев говорит, по-старому работать никто не будет. Но они же сопротивляются. Сейчас, конечно, видя нашу настойчивость, наше упорство и последовательные наши действия, конечно, они сменили гнев на милость, как говорится. Да, изначально нам даже устраивали автоподставы в прямом эфире, забирали машину на штрафстоянку незаконно, потом возвращали. Там вплоть до арестов в итоге они нас и посадили за нашу работу. А теперь они нам присылают видеообращение, где слова благодарят нас за это. Вот сегодня Аким из Житесуйского района поблагодарил нас за нашу работу. Да, и они видеотчет направили, что они по электропроводам, именно там локально, по Суэнбай, это правительственная дорога, мы шли по дороге и смотрим, эти распредкоробки открыты, провода после пожара торчат, оголенные. Все это мы зафиксировали, направили видео, ну вот они устранили ночью. Но опять же, если, допустим, был дождь, там какая-то неисправность, бросили, ведь надо же огораживать эти места до устранения, оно же все в свободный доступ. Да, в одних из комментариев люди комментировали и писали, что, ну раз у вас так получилось, ладно, допустим, торчат провода, ну вы поставьте ограничения, таблички, хотя бы замотайте изоленты временно. Ну вот, в данном случае они отчитались о проделанной работе, фотографии выложили. А вообще, конечно, святая простота. Благодарности чередуются с ограничением свободы. И вот эта фраза, нас заставили вас посадить, наверное, там какое-то раскрытие ситуации было. Вам сказали, кто заставил вас посадить. Были названы фамилии. Я понимаю, что вы сейчас не все можете здесь озвучить. Но вы правильно сказали. Мы отреагировали на вот этот незаконный арест. Я со своей стороны, Геннадий со своей. Мы стали, поскольку Геннадий в больнице оказался, стали просто торпедировать их письмами. Потому что Геннадий обратил на санитарное состояние учреждения Лобачевского 10. Поэтому контрмеры были применены, что его в камеру с теми людьми неадекватными, которые его собирались, вот со слов Геннадия, убить. Сказали, ты до утра не доживешь. Но как это такое? И Мурат Алиев, я озвучу эту фамилию, 5-го числа с управления собственной безопасности приходит письмо, разберитесь, и он пятым пишет, факты не подтвердились. Конечно, мы были возмущены, почему в подчинении административной полиции находится пенсиарное заведение, и сейчас мы ждем объективного расследования. Вообще, конечно, во время карантина Ваша деятельность заключалась в том, чтобы проконтролировать, насколько четко выполняются распоряжения главы государства, главного санитарного врача, насколько правильно соблюдаются карантинные меры. А в чем же были Ваши правонарушения, в чем заключалось, за что Вас посадили? Одного, а затем и второго. Собственно, мотивация была то, что мы якобы не подчинились сотрудникам правоохранительных органов. То видео, которое мы представили в суд, вот я в апелляционном порядке, ведь даже если юридическую сторону взять, она не учитывается. Просто судья сказал, надо было сидеть дома, хотя 26 марта, когда якобы нам предъявили правонарушение, не было ограничения по перемещению по городу Алматы. Мы первоначально приехали в поселок Первомайка, это не блокпост. Со стороны дороги обратили внимание, что там дыры, есть проходы, люди обходят блокпост, уходят. Мы обратили внимание властей, что надо этот вопрос отрегулировать, что даже квадрокоптеры потом появились, стали наблюдать, где незаконно люди перемещаются. Но власть-то отреагировала то, что ведь они изначально, видимо, планировали поборами заниматься, а это уже, как я ранее сказал, было доказано. Сотрудники КМБ задержали двух сотрудников ЖТСУИСКОГО Акимата, города Алматы. Сначала по подозрению о взятке, но сейчас их вина судом доказана. На данный момент уже несколько человек посажено, либо привлечены к дисциплине, к какой-то ответственности. Потом мы по дислокации 13-й блокпост обратили внимание, что во время обустройства блокпоста на заправке торгуют газом. Но это же очень опасно. У нас трагедии происходят одна за другой. То самолет упадет. Такая трагедия для государства, для тех семей, которые погибли, родственники. Значит, взрыв, еще года нету воинских складов Арыси. Это же трагедия. Ведь везде происходят какие-то недоработки или нарушения. Там дома построили в зоне, где они не должны находиться около аэропорта. В Арысе построили дома рядом со складами. Там же должны быть технологические разрывы, там до нескольких километров, если это рядом. Значит, получается, что кто дает разрешение на подобные строения, они сами нарушают закон. Значит, мы им в первую очередь мешаем. Что касательно, допустим, другого вопроса, связанного с безопасностью. Ведь если сотрудники курили на этой заправке, и мы сняли это в прямом эфире, и обратили внимание, что надо все-таки, безопасность на заправке-то нельзя же курить. И на следующий раз приезжаем, газовую пушку притащили для обогрева, тоже открытым огнем. Мы письма написали соответствующие. И нас что удивляет в этом вопросе? Что ДЧС, ссылаясь на режим ЧП, не могут ехать. Это первое письмо. Обратитесь повторно. Мы повторно обращаемся. Они направляют в промышленную безопасность. А те пишут, что у нас в регламе не проверят, нету этих проверок. В итоге мы не можем найти концов. Мы не можем найти ту организацию, которая должна это проконтролировать и прекратить продажу этого газа. То есть на самом деле сейчас ситуация такая, что нас футболят от одной инстанции к другой. Причем нормативные акты в некоторых случаях даже в ЧС города. Нам сказали, что у нас даже в правовых актах нет таких моментов, которые нужно по этим... Моменты проверки проводить. Да, проверить. У них нет оснований для проверок. Законодательная база, она не предусмотрена, что высоковольтные линии передач, стоит бочка, тут лагерь ставят, открытый огонь. Значит, это не предусмотрено. Значит, кто составлял эти нормативные акты, они даже не могли представить, что это. Меня больше всего удивляет, как поступил начальник департамента полиции города Алматы Таймер Генов. Когда я ему сказал, что надо прекратить продажу газа, он толкает Геннадия Крестьянского в прямом эфире. Садится в машину и выезжает. Это уже уголовная ответственность. Без действия должностного лица или действия. Так как нам реагировать на это? Ясно, что мы все-таки, у меня инженерное образование, у Геннадия Крестьянского медицинское образование. Мы видим, что используются приборы в начале обустройства этих блокпостов. 27 градусов показывает прибор. Это какая температура? Нормальная температура тела человека? Или все-таки это температура уже, по крайней мере, нездорового человека или неживого? Ведь это же было. Значит, купили приборы, как нам объяснили, на деньги спонсоров. Те, которые не показывают абсолютно правильные... Значит, мы мешали, получается, власти. Значит, чтобы скрыть свои недостатки, они решили применить нам контрмеры. Я так рассыню. Впоследствии они приобрели правильные приборы, нормальные пирометры, которые уже медицинского назначения. И работа началась нормально. Режим карантина стал осуществляться по всем нормам санитарных правил. Это, наверное, один из небольших результатов вашей работы. А хотелось бы сейчас поговорить о достаточно таком значительном. Вы проконтролировали, обратили свое внимание на участок железной дороги от станции Алматы-1 до станции Алматы-2. Очень интересно, с чего это началось и во что вылилось. Ну, тогда это была, собственно, моя инициатива. Я живу в Турксибском районе и пользуюсь общественным транспортом. Вынужден был, как и многие другие люди, пересекать это железнодорожное полотно. И обратил внимание, это было еще до коронавируса в марте месяце, что там лежат детали от этой железной дороги на вот этом переходе. Детали рельсы, шпалы, болты. Какие детали? Крепежные элементы. Крепежные элементы. Ну, если назвать языком профессионала, это костыли, которые крепят деревянным шпалом рельсы. Ну, несколько штук. Я обратил, прошел в другую сторону. То же самое. Лежат отдельно. А где они должны быть закреплены, они выскочили. Ну, дождались схода снега и решили снять сюжет. Касательно вот этого. Ну, прошли там 10 метров в одну сторону. Видим, рельсы лежат, шпалы гнилые, детали в стороне. Сняли два сюжета. Реакции нет. Потом коронавирус. Потом решили все-таки вернуться к этому вопросу. Сняли на 11 минут уже в Житесуевском районе города Алматы, в другой дислокации. Значит, тоже переходили в железнодорожный путь. И обратили внимание, что вот эти подкладки под рельсами, они неестественной формы. Ну, пошевелили, а детали-то лопнули. И это не одна деталь, а целая масса таких деталей. Сняли на 14 минут. Вот это уже имел практический результат. Обратились в Семереченскую прокуратуру в заявление. Вы проверьте. Ведь это же опасно. Это же люди ездят. Вот сейчас с 1 июня запустили пассажирское движение в Казахстане поездов. Ну, реакция самая неожиданная. Вместо того, чтобы пойти с нами на диалог, они на нас составляют административный протокол. Да. А это кто? Транспортная прокуратура. Нет, не прокуратура немножко. Я поправлюсь. Значит, после выхода этого сюжета на 14 минут мне звонит один капитан. Представился, что он является сотрудником управления полиции на транспорте. и сказал, что я должен вам вручить повестку. Я говорю, куда? Чтобы вы прибыли в управление. Зачем? Административный материал на вас составлен. В связи с чем? С тем, что вы находились на железнодорожных путях. Я говорю, ну мы же не единственные переходим путь. Получается, что материалы не были составлены, потому что все-таки здравый смысл. И была назначена прокурорская проверка. Значит, и вот ответ один мы получили. Инспекция транспортного контроля. Значит, эта проверка состоялась 28 мая этого года. Мы были включены в состав этой комиссии. И три часа снимали прямой эфир. Так вот, по этому сюжету я вам скажу следующее. По результатам проведенной внеплановой проверки в филиале выявлено более 200 нарушений. 200 нарушений. Вы представляете, 10 километров пути – это то, что видимые нарушения они описали. Но это же очень удручающая цифра 200. Это же не 2, не 20, а 200. Самое важное, здесь не отражено состояние рельсов. А мы это тоже указали. Мы выявили дефекты. У нас есть фотографии. Я думаю, компетентные органы должны теперь, согласно вот этих актов, поднять документы. И все-таки степень ответственности установить. Каждого, кто является эксплуатантом, кто проверяющим является и так далее. Если же этого не будет сделано, то будет как было. Мы со своей стороны намерены дальше поднять вопрос. Если это стратегический объект, то надо огородить этот стратегический объект, чтобы люди не попадали. Мы сделали запросы по количеству людей, которые травмированы при наезде. Оказалось, что нет установленных проходов для того, чтобы проходить вот этот железнодорожный путь. Ведь это же десятилетиями тянется. Почему кроме нас, общественников, эти вопросы не поднимаются? Мы получим вот эту информацию по количеству людей, которые оказались под колесами вот этого железнодорожного транспорта, и обратимся в правительство, чтобы выделили деньги, поскольку на данный момент более половины является акцией государства, чтобы выделили, огородили, установили законные переходы. Цель нашей работы – добиться, чтобы государство было социально ответственным, чтобы требования, которые по безопасности, выполнялись. Геннадий, может, вы добавите еще? Ну, в общем-то, все так оно и есть. Надо еще добавить к тому, что инспекцию вместе с транспортной прокуратурой нас пригласили провести вместе. Мы прошли около 3-4 километров вместе с сотрудниками транспортной инспекции и собственными глазами видели все нарушения, видели, как инспектора фиксируют эти нарушения. То есть там видели, что по несколько, по 4, по 5, по 7 шпал трухлявых. И все это зафиксировано, нам дали жилетки. То есть фактически с нами пошли на диалог определенный. И мы провели эту инспекцию совместно с транспортной прокуратурой. Вообще, мне кажется, это, конечно же, событие с жирными знаками. Плюс, и то, что вас допустили в эту комиссию по оценке состояния путей, и то, что уже сейчас начались ремонтные работы именно на этом участке между станциями Алматы-1 и Алматы-2. Но, мне кажется, останавливаться на этом ни в коем случае нельзя, потому что вот это, наверное, очень серьезный повод, чтобы инициировать проверку на всей железной дороге состояния путей. Потому что это показатель, это видный участок, это участок, который проходит через город. Да, большую часть города проходит. И еще хотел бы добавить, это официальная информация, которую я вот через средства массовой информации, государственные телеканалы узнал. 60% железнодорожных путей требуют ремонта. Это уже показатель очень серьезный. Ну, то, что мы видели, там, может быть, даже и до 80% то, что необходимо заменить. То, что сейчас проведется какой-то частичный ремонт, часть шпал они заменили, мы после этого беглый осмотр сделали. Но это в недостаточном количестве. Желательно, конечно, весь этот путь заменить на новый, современный, с железнобетонными шпалами, а не такими старыми дедовскими способами советской власти, которые еще установлены. Надо все менять на новое. Вообще, конечно, из того, что вы показываете на своих видеоотчетах, очень много фактов, которые действительно шокируют. Это и состояние электрических сетей, каких-то соединений, состояние электрических столбов. Ну, кроме того, что вы уже перечислили. Работа очень серьезная, и я бы хотела спросить, что она дает вам, кроме неприятностей, кроме периодических задержаний, кроме потери, какой-то финансовых потерь и... И потери здоровья. Я потерял здоровье. У меня был инсульт с параличом правой стороны тела. Геннадий, скажите. В данном случае мы ничего не зарабатываем, естественно, с этой работой. От этого есть только маленькая частичка морального удовлетворения. И мы понимаем, что то, что мы делаем, действительно помогает нашему государству, нашему городу. То, что наша работа нужна. Только благодаря тому, что мы нужны, то, что мы видим реальные плоды своей работы, именно это и мотивирует нас к дальнейшим действиям и продолжениям. Мы не боимся тех препонов, которые нам ставят. Как Юрий Николаевич недавно сказал, что власть ставит на кон... То есть мы ставим на кон свою жизнь, а власть ставит на кон только свои должности и деньги. На самом деле вы проделываете огромную важную работу. И не раз вы делали попытки объединить свои силы с какими-то другими партиями, движениями, организациями. Вы пытались вступить и в партию ОСДП. Вы были какое-то время членом партии Нуратанна. Я знаю даже, что обращались к Акиму, как председателю городского филиала партии, с заявлением о восстановлении вас в партии. Но что вы надеетесь? На то, что вас действительно там поддержат? Вообще вот я посмотрела, у вас, Геннадий, еще такое достаточно эпатажное было заявление на вашей страничке в Facebook. Общественники Алматы просят помощи у спонсоров Парижа. Это о чем? Я понимаю, что двоим вам не справиться со всем объемом работ. Но как лучше сделать, по-вашему, чтобы все-таки люди подтянулись, услышали вас? Ну, а вы абсолютно правильно говорите. Сейчас мы вот группа два человека, да? Ну, у нас есть сторонники, которые параллельно двигаются, тоже освещают общественный вопрос. Иногда мы соединяемся. Вот был вопрос со школы-интернат, где там необходимо было и наше участие. Ну, школа 50 лет без ремонта, дети сироты там и малообеспеченные дети, как бы некомфортные условия. Все-таки пообещали отремонтировать. Конечно, как одиночкам нам тяжело двигаться и поднимать пласт таких нерешенных десятилетиями вопросов. Поэтому, конечно, политическая площадка – это одна из форум, чтобы были сторонники и как бы двигаться вперед. Конечно, меня исключили из партии Нуратан, видимо, посчитали, что такой человек им не нужен. Но, тем не менее, сама процедура была нарушена, и мы два интервью с моим участием здесь уже было. И я все-таки решил дойти процедуру до конца. Я обратился к Сагентаеву, чтобы в дальнейшем на съезде партии, который должен был состояться 18 марта, мы его просто все-таки рассмотрели. Сама процедура была исключение неправильное. Взаимодействие с другими политическими партиями тоже возможно, потому что социальной направленности взять партию ОСДП. Мы вчера буквально с ними встретились, и они с удовольствием готовы принять в партию ОСДП. Но посмотрим... Чем не скажешь о Нуратане? Да. Посмотрим, через какое-то время, может быть, этот вариант будет для нас приемлемым. Потому что одиночка, он всегда обречен. Все-таки в составе общественного объединения, тем более политической партии, можно дописаться того, чтобы наша страна была демократическим, процветающим, развивающимся государством. Ну, наше общество еще на самом деле только начинает созревать. То есть те процессы, которые сейчас проходят, народ только начинает вовлекаться. Наш народ только созревает. Это процесс как бы долгий, небыстрый. Но общественное самосознание сейчас растет. Поэтому, наверное, и вы должны определиться, какие силы могут вам помочь в ваших начинаниях. Нужен ли вам тот же самый Нуратан? Ну, собственно говоря, мы открыты для любых политических площадок. Другой вариант. Нужны ли активисты Нуратане? Вот это риторический вопрос. Сегодня на него никто не может ответить. Однозначно. Спасибо вам за интервью. Вам спасибо.